Время новостей на телеканале Шибек Жулэ. Насыщенная повестка официальной Астаны. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Сольдоперевоз Жан Сулу, Ерлан ХЗ. Я Любовь Басхаева и сегодня выпуски. Кадровые перестановки. Будет ли и дальше обновляться состав казахстанского кабинета министров? Мнением поделились эксперты. Высокими ценами по дефициту. Как в профильном министерстве планируют избежать недостатка дистоплива в стране? Сильный парламент через трансформацию. На чем сконцентрируют усилия новоизбранные депутаты? У администрации президента Казахстана новый руководитель. Указом главы государства на эту должность назначен Улжас Бектенов. На этом посту экс-председатель агентства по противодействию коррупции сменил Мурата Нуртулеу, который с сегодняшнего дня возглавил Министерство иностранных дел и по совместительству стал заместителем премьер-министра. Также Касым Жумар Токаев подписал указы о переназначении первого заместителя главы Кабмина Романа Скляра, вице-премьера по совместительству и министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова и еще одного заместителя главы правительства Ерулана Жумаубаева. Он, как и прежде, продолжит руководить Министерством финансов. Свой пост сохранил и Голымжан Куйшибаев, он остался заместителем премьер-министра и по совместительству главой аппарата правительства. Переназначил президента и министров обороны Руслана Жексылыкова и внутренних дел Марата Ахмеджанова. Отмечу, кадровые перестановки сегодня коснулись и фонды национального благосостояния. Новым председателем Самрук Казына стал экс-руководитель частной компании Нурлан Жакупов. Ранее фонд возглавлял Алмаз Адам Садкалиев. Эксперты не ожидают больших кадровых перестановок в кабинете министров. По словам политолога Армана Токтушакова, переназначение Алихана Смаилова в должности премьер-министра тому подтверждение. Эксперт подчеркнул, что нынешний состав правительства работает всего год, поэтому производить кардинальные перемены на сегодняшний день нецелесообразно. В то же время назначения в администрации президента и МИДе эксперт назвал вполне логичными. Новый глава МИДа, логика в том, чтобы усилить его международное позиционирование, наверное. Плюс, учитывая, какая сложная международная ситуация, наверное, сейчас именно в нынешних условиях требуется более активный, может быть, более живой политик, который отвечает именно за внешнюю политику. Понятное дело, что у нас президент определяет внутреннюю внешнюю политику, но тем не менее министр иностранных дел – это лицо публичное, которое часто именно осуществляет, скажем так, вернее так, выражает позицию государства именно на международной арене. А по поводу назначения нового руководителя администрации президента, там, как был назначен, бывший председатель агентства по противодействию коррупции, да, антикора, да, наверное, здесь нужно сказать, что это, наверное, усиливается контрольной функцией, прежде всего, администрации президента, и поэтому было принято решение. И сегодня же глава государства принял председателя Совета директоров группы компании «Аллюр» Андрея Лаврентьева. Глава группы компании рассказал президенту о ходе строительства нового завода по производству автомобилей совместно с южнокорейским производителем. Андрей Лаврентьев также сообщил о дальнейших программах образования для студентов Кустанайского колледжа автомобильного транспорта и создания высшей инженерной школы «Аллюр». Касым Жумар-Тукаев, в свою очередь, подчеркнул важность развития отечественного машиностроения и необходимость подготовки и повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов. Казахстан может столкнуться с дефицитом дистоплива. Об этом сегодня заявили в Минэнерго. По данным ведомства, уже в этом году жителям страны может не хватить порядка 850 тысяч тонн солярки. Чтобы дешевый дизель не утекал, на соседние рынки в республике намерены поднять розничные цены на продукцию нефтепереработки. Все детали у моей коллеги Ирины Панфиловой. Жители Туркестанской области снова столкнулись с дефицитом жиженного газа. На большинстве автозаправок топлива нет уже неделю. По словам экспертов, одна из причин нехватки голубого топлива – ремонт шимкентского НПЗ. Работу на предприятии приостановили 15 марта. Закрылись почти на месяц. В данный момент газа нигде нет. Везде установлен лимит. В Шимкенте и Туркестане дефицит топлива. Что это такое? Везде очередь за газом и дистопливом. Впрочем, на дефицит горючего в регионе сегодня жалуются не только автолюбители, но и фермеры. Посевная компания в разгаре, а дизеля не хватает. Фермеров проблем быть не должно, потому что это в первоочередном порядке отгружается именно им. Потому что в адрес операторов, которых назначают акиматы местные по областям, полностью объемом отгрузили. Вот я сейчас цифру точно не помню. По-моему, из объемов марта до конец месяца почти 80% выбрали топливо. Льготная цена на литр солярки в Казахстане сегодня составляет 184 тенге. 222 тысячи стоят тонна. До конца весенних полевых работ стоимость дизеля останется прежней, заявил Булат Акчулаков. Правда, это только для сельхозтоваропроизводителей. Для других потребителей цены вырастут. И не только на дистопливо. Подорожает и розничный бензин. Проект приказа, который мы сегодня размещаем, 205 тенге, это бензин 92-93, это подолоково, предельная цена. Предельная цена дизельного топлива 295. И в обоих случаях мы убираем региональное деление. То есть, вы знаете, бензин был 182 и 187, в зависимости от региона. Дизель был 230-260, в зависимости от региона. Теперь мы эту разницу убираем, единая цена в Казахстане. По данным Минэнерго, за март объем потребления дистоплива в Казахстане, увеличился на 15%. Одна из главных причин – серый экспорт. При массовом перетоке продукции на соседние рынки перекупщиков не так просто поймать, говорят в ведомстве. Прогнозы неутешительны. Только в этом году дефицит дизеля может составить порядка 850 тысяч тонн. При этом в ближайшие годы нарастить объемы производства в стране, по словам Болата Акчулакова, будет невозможно. В планах расширить шымкенский НПЗ. Однако реализация проекта может занять как минимум несколько лет. Ирина Панфилова, Нуркена Кимхан, Жибекжуле. Казахстан со следующего месяца начнет сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Такое решение нескольких стран-участниц сделки связывают с неопределенностью на мировом рынке. Как реагируют цены на черное золото и какие прогнозы дают эксперты, расскажет экономический обозреватель Индира Тикжанова. С роста цены на нефть начались торги этой недели на мировых биржах. Фьючерсы на эталонную марку Brent с поставкой вьюни подорожали сразу на 7%, превысив отметку 85 долларов за баррель. Именно так отреагировал рынок на решение стран ОПЕК+. Снизить нефтедобычу в общей сложности примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Напомню, на долю организаций, куда входит и Казахстан, приходится примерно 40% мирового производства черного золота. Ключевой игрок Саудовская Аравия с мая снижает добычу в сутки на 500 тысяч баррелей. Добровольное сокращение в нашей республике составит 78 тысяч баррелей ежесуточно, или 4,7% от текущего уровня добычи. В Минэнерго сегодня сообщили, что речь идет пока о двух месяцах – мая и июня. Далее все будет зависеть от ситуации на внешних рынках. Что касается конкретных месторождений, на которых будут снижать добычу, пока четкого плана в профильном ведомстве нет. Какие месторождения снижаются, мы говорим о мае-июне. Поэтому сейчас как раз мы этим занимаемся, смотрим. То есть, насколько это возможно будет на каких промыслах сделать. Для бюджета весь вопрос в том, что какой уровень будет на рынке достаточно. То есть, можно всегда продавать меньше, получать больше, да, и наоборот. То есть, это вопрос экономических рычагов. Решение восьми стран ОПЕК-плюс о снижении добычи не только подтолкнуло котировки вверх. Так, аналитики ряда мировых финансовых институтов уже скорректировали свои прогнозы на текущий год. По ожиданиям экспертов Goldman Sachs, к декабрю бренд будет стоить 95 долларов. А в следующем году цена может вырасти до 100 долларов за баррели. В Банков Америка также считают, что заявленное снижение нефтепроизводства весь год будет влиять на ценообразование. Причем, колебания возможны от 20 до 25 долларов. На решение ОПЕК отреагировали американские власти. В Белом доме заявили, что не считают его целесообразным в текущих рыночных условиях. США намерены продолжать работу по снижению цен на бензин для американских потребителей. Напомню, именно подорожание ГСМ считается одной из причин роста инфляции, с которой мировые центробанки, в том числе и Федеральная резервная система, пытаются бороться путем повышения ключевых ставок. Между тем, в Казахстане годовая инфляция впервые с конца 2021 снизилась до 18,1%. В Бюро над статистикой сегодня сообщили, что индекс потребительских цен за месяц вырос почти на процент, но это гораздо ниже, чем в феврале. Продукты питания подорожали также примерно на процент. Рост цен на другие категории товаров и платных услуг в минувшем месяце составил 0,8%. Курс тенге по итогам марта ослаб на 1,6% до 452,7 тенге за доллар. Такие данные приводит Национальный банк. Эксперты связали волатильность курса казахстанской валюты со снижением цен на энергоносители, а также возрушение определенностью в банковском секторе США и еврозоны. Для поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне 30%, Национальный банк в марте приобрел на биржевых торгах валюты на сумму 232 млн. долларов. В этом месяце возможно увеличение до 250 млн. долларов. Регулятор по предварительным прогнозам в текущем месяце планирует продажу валютных резервов Национального фонда в размере от 550 до 650 млн. долларов США. По итогам прошлого года более 94 тысяч семей, получавших адресную социальную помощь от государства, вышли из состояния бедности. Об этом сегодня сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения. По данным ведомства, в 2022 свыше 728 тысяч человек получали АСП. К марту текущего года продолжают получать адресную помощь от государства почти 445 тысяч казахстанцев. В реальном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечалось в Туркестанской области, Шемкенте и Казалардинской области. Меньше всего выплат зафиксировано в Улытаусской, Атыраусской и Североказахстанской областях. Напомню, адресная социальная помощь предусматривает ежеквартальное назначение материальной помощи ежемесячную дополнительную выплату детям до 6 лет из малообеспеченных семей, а также содействие в трудоустройстве и повышение квалификации, предоставление грантов на открытие собственного дела. В Казахстане третью неделю подряд снижаются цены на социально значимые продукты питания. Министерство торговли и интеграции сообщает, что это происходит по шести видам продовольственных товаров. К примеру, гречневая крупа за неделю подешевела более чем на процент. Такая же ситуация складывается в отдельных регионах и с подсолнечным маслом. Цены на картофель и сахар снизились на 0,7-0,8%. Такой тренд специалисты связывают с принятыми ранее мерами по формированию запасов для межсезонья. К примеру, по картофелю и моркови обеспеченность в регионах составляет от 90 до 100%. Ведомстве намерены пересмотреть механизмы стабилизации цен, увеличив финансирование форвардного закупа продовольственных товаров. Продолжая тему реформирования политической системы Казахстана, следует отметить, что мы на пороге реализации заданного президентом еще в прошлом году вектора политических реформ. По сути, это один из итогов республиканского референдума по обнаглению Конституции Казахстана. Таким образом, формула «сильный президент», «влиятельный парламент» и «подотчетное правительство» становятся понятны и реалистичны. Парламентские выборы уже состоялись и на днях будет сформирован новый состав правительства. Но сегодня предлагаю поговорить о влиятельном парламенте с членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажориста парламента Константином Овершиным. Константин Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за уделенное время. Итак, парламентские выборы состоялись, мажористмены уже приступили к работе. Всем интересно, на чем сконцентрируетесь в целом депутаты и вы как в рамках своей предвыборной программы? Вы знаете, в последнее время очень часто звучит именно этот вопрос. И когда я отвечаю, как есть, люди удивляются. И я всегда задаю встречный вопрос. Наверное, я вас удивлю, но я буду заниматься выполнением своих предвыборных обещаний. Казалось бы, мы не должны удивляться. И тем не менее этот вопрос звучит, поэтому со своей стороны я хочу отметить, помимо моего профильного комитета, в котором очень важные рассматриваются блоки вопросов, в том числе на законодательном уровне, я буду концентрироваться на том, о чем мы говорили с моими избирателями. Я являюсь депутатом мажориста парламента, делегированным от города Алматы по республиканскому списку партии Аманат. Свою предвыборную я проводил в Алмате. Город, вы знаете, очень интересный. Это город политически подкованных людей. И насколько удалось, собственно говоря, людей убедить, то есть сейчас мы должны пропагандировать в первую очередь формулу «Лучшее слово – это дело». Что касается моей профильной деятельности, я буду продолжать работу в Комитете по международным делам, обороне и безопасности. Очень много есть направлений, которые мы начали в предыдущем созыве. Вы знаете, я туда пришел буквально, удалось поработать 7 месяцев, но тем не менее были затронуты большие вопросы, которые мы будем развивать и, что называется, идти в этом направлении. И все-таки, если позволите, давайте углубимся в работу Комитета. Поскольку это стратегический блок, три ключевых направления. Понятное дело, там много вещей на границе с секретностью, но тем не менее в условиях новой реальности, как мы будем выстраивать, например, международные отношения. Потому что с одной стороны жесткие санкции в отношении нашего соседа, а с другой стороны, если посмотреть шире, это большие перспективы развития торгово-экономических отношений с рядом других стран. Ну, как говорят, соседи не выбирают, это первое. Второе, я лично и в целом, как бы, эта повестка, которая сейчас радируется главой государства, Косомжем Мартином Кемеевичем, любой кризис, это в первую очередь новая возможность. И если рассматривать именно через эту призму, то действительно у Казахстана есть исторический шанс сейчас выйти на совершенно другой уровень, в том числе международных отношений. В частности, например, ну рассматривается такой вопрос создания транспортного хаба. И мы, собственно говоря, исторически находимся на пути следования, шелкового пути. И я считаю, что это прям при правильном менеджменте страну можно вывести на совершенно другой качественный уровень. Спасибо. Если говорить о вопросах обороны и безопасности, это два направления, которые разделять, наверное, в принципе не стоит. Но на ваш взгляд, все-таки трансформация или какие-то жесткие реформы? Вы знаете, я бы все-таки, наверное, разделил, потому что безопасность, она делится на внешнюю и внутреннюю. А оборона это все-таки больше внешний контур. Вопросов действительно очень много. В части, касающиеся реформирования наших вооруженных сил, мы в тесном взаимодействии работаем непосредственно с Министерством обороны, с Министром обороны. Вот сейчас он сохранил свою должность, это очень радует, потому что, как говорится, на переправе коней не меняют. И поэтому все наши начинания, которые мы начинали с Национальной гвардии, с Министерством обороны, с погранвойсками и с МЧС, я думаю, мы просто продолжим. Что касается безопасности, по идее, вообще любой такой достаточно важный вопрос можно подвести под национальную безопасность и под безопасность непосредственно государства. Я считаю, что трансформация однозначно, но в некоторых аспектах все-таки нужны достаточно жесткие и кардинальные меры. Если позволите, я приведу пример. Хотелось бы. Да, в прошлом созыве я озвучил депутатский запрос. Он касался автономности питания военнослужащих в особый период. То есть сейчас это, грубо говоря, аутсорс. Эта мера была оправдана в 90-е годы, когда был полный развал. Сейчас нам геополитическая обстановка, она диктует совершенно другие вызовы. Соответственно, в особый период войска должны быть абсолютно полностью автономны. Вот этот важный аспект я буду продолжать развивать. Таких направлений достаточно много. Например, сейчас одно из другого проистекает. Смотрите, открытая реклама всяких вот этих вот игровых приложений и так далее. Не будем мы их называть. И, как показывает такой предварительный анализ, достаточно большое количество военнослужащих. Оно задействовано непосредственно в лудомании, в игромании. Что касается вопросов оборонной промышленности? Что касается вопросов оборонной промышленности, это достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, как вы знаете, у нас сейчас как такового производства именно в этой части практически нет. Это надо делать, потому что все-таки автономность развивать нужно. Другой вопрос, что в первую очередь, на первом этапе надо привести в порядок и в соответствие уже то, что имеется в наличии. И уже после этого подключать какие-то новые веяния и так далее. Потому что зачастую, например, очень часто мне задают вопрос, почему мы не переходим на формат и на калибры, допустим, стандартов НАТО. И люди, которые этот вопрос задают, сразу видно, что это дилетанты, которые к этому отношению практически не имеют. Потому что здесь вопрос стоит даже не в том, чтобы закупить дикое количество вооружения и боеприпасов, а полностью переучивать всю армию. Абсолютно, то есть тактические действия будут меняться. Это огромные средства, которые не потянет сейчас никакой бюджет. Соответственно, исходя из рациональной повестки, которая существует, нужно привести в порядок все, что есть. И уже потом смотреть, то есть с учетом и геополитической обстановки, внешней и внутренней выстраивать соответственно. Последний вопрос, который касается текущей повестки официальной Астаны. Практически сформирован состав нового правительства. На ваш взгляд, насколько существенно он изменится и на чем все-таки стоит сейчас к обмину сконцентрировать свое внимание? Ну, как вы все и мы все, собственно говоря, наблюдали, поступательно менялся кабинет министров. Сейчас очень важная, знаете, другая составляющая здесь. То есть, когда партия МАНАТ выдвигала кандидатуру Алихана Асхановича, первым условием было, что если правительство будет работать неэффективно, мы будем пересматривать кандидатуру министров. Вот и все. Поэтому сейчас я не думаю, что будут какие-то кардинальные перемены. В этом составе, ну, я думаю, плюс-минус что-то поменяется, будет вестись работа. Но если тот или иной министр будет неэффективно выполнять свои функциональные обязанности, будем ставить вопрос ребром, чтобы, грубо говоря, его оттуда убирать и менять его на более эффективную кандидатуру. Жестко, но справедливо. Я благодарю вас за интервью. Спасибо большое. А мы продолжаем наш выпуск. Второй поток приема документов для присуждения стипендий «Булашак» стартовал в Казахстане. Подать заявку можно до 28 апреля. Всего в этом году для победителей проекта выделили 555 стипендий. В числе приоритетных специальностей робототехника, разработка сервисных платформ, зеленые технологии, общественное здравоохранение и инклюзивное образование. Напомню, в первом потоке обладателями международной стипендии стали 25 человек. Третий этап приема заявлений будет проходить с июня по июль, и четвертый начнется в середине лета. Последний срок подачи заявлений – 15 сентября. Также с сегодняшнего дня начался прием документов на обучение по международным программам магистратуры и докторантуры Академии Государственного управления при президенте. Отмечу, в этом году выделено 120 грантов для программы магистратуры и 12 докторантуры. Напомню, с начала этого года также внесли ряд изменений в законодательство, касающиеся подготовки госслужащих. Например, исключена отработка выпускника Академии в госоргане, направившем его на обучение. Также появилась возможность повторно поступить на грант. Вновшеством этого года является то, что направление с государственного органа в государственном случае должен предоставить на момент подачи документов. Вместо кейсов мы в этом году будем требовать написание аналитического эссе на определенные темы. Дальше следующим требованием остается обязательное знание казахского языка не ниже уровня B1 для всех претендентов, кроме иностранных государственных служащих. Реализация нацпроекта «Комфортная школа» вышла на новый этап. Я напомню, 31 марта завершился прием заявок от поставщиков на строительство под ключ 185 школ по всей стране. Специальная комиссия уже начала рассмотрение заявок. Процесс займет порядка 15 рабочих дней. Об этом сегодня сообщили представители Самрук Казына. Всего в рамках нацпроекта построят 401 школу нового формата, 217 из которых введут в эксплуатацию уже в следующем году. Больше всего учебных заведений построят в Туркестанской и Алматинской областях. После завершения приема заявок потенциальных поставщиков на участие в конкурсе, веб-порталом автоматически сформирован протокол скрытия с указанием на именование компании и даты времени подачи заявок. Подано 774 заявки от 205 потенциальных поставщиков. Наибольшее число заявок было подано на Туркестанскую область – 159 заявок от 49 участников. И на Алматинскую область – 110 заявок от 34 участников. В Казахстане в ближайшие пять лет может вырасти число детей с диагнозом аутизм. За последние несколько лет болезнь стали выявлять все чаще. По словам специалистов, решением должно стать инклюзивное образование. К слову, диагностируют аутизм в среднем у одного или двух воспитанников столичного детского сада «Карлыгаш». В целом более 40 детей дошкольного образовательного учреждения имеют такой диагноз. Все они, по словам специалистов, интегрированы в группы с другими детьми. Вместе с тем, для детей с особыми потребностями предусмотрены дополнительные – педагог-логопед, психолог и ассистент. В целом в стране аутизм диагностировали у порядка 9 тысяч детей. Однако реальная цифра, по словам экспертов, может быть в разы выше. Интересный момент, когда родители на консультации приходят, иногда мы начинаем выяснять, что у ребенка диагноза как такового нет, что с ним просто элементарно никто не общается. И у него может быть речевая задержка, он может быть отстранен, и у него вообще нулевые коммуникации. Когда мы начинаем взаимодействовать с ребенком, он прекрасно обучаем, и все идет вперед. Но чтобы выяснить, действительно ли это диагноз, или это просто недостаток воспитания, то нужно, естественно, посетить специалистов. Инновационные технологии теперь доступны Акмолинским медикам. Накануне глава медицинского центра ОДП Алексей Цой встретился с медработниками и администрацией области. В ходе встречи стороны заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого жители региона смогут получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Помимо этого, в областном центре построят новую многопрофильную больницу на 630 коек. Строительство объекта должно завершиться к 2025 году. Для нас очень важно, чтобы рядовые технологии, которые внедряются в наших организациях, были доступны в каждом регионе Казахстана. Мы видим, что уровень специалистов в самой области тоже высокий. Есть ряд новых методик, операций, которые уникальны, которые малотравматичны, которые оперируются через небольшие разрезы, но позволяют восстанавливаться пациентам. Мы именно такие операции обучаем в области и видим не только результат. Герои популярных мультфильмов заговорили на казахском языке. Идея озвучивать зарубежных анимационных персонажей принадлежит школьникам из Экибастуза. Юным актерам дубляжа даже выделили грант на открытие первой в стране детской студии. Беймакс стал первым мультфильмом, который озвучили школьники из Экибастуза. Идейным вдохновителем проекта стал педагог Еркин Кусанов. Он объединил юных энтузиастов в кружке «Национальный колорит», которая работает на базе образовательно-досугового комплекса «Кайнар». В мае 2022 года у нас в городе был открыт кружок, где собрались дети, желающие обучиться медиаграмотности на государственном языке. И целях популяризации казахского мы решили озвучить зарубежные мультфильмы. Это сложный процесс, однако мы справились. И первое наше детище на ютуб-канале набрало тысячи просмотров. Проект студии дубляжа презентовали на конкурсе «Теуэль Сиздык Урпахтары», организованном Министерством информации и общественного развития. Его признали одним из лучших. Всего в фестивале участвовали более тысячи юных дарований со всей страны. Я с большим интересом и воодушевлением посещаю студию, ведь здесь мы переводим на казахский язык мои любимые мультфильмы. Это увлекательно. На полученные гранты организаторы проекта приобрели современное звукозаписывающее оборудование. Студия теперь новая, со специальной кабинкой, местом для переводческих работ и есть даже площадка для дополнительных съемок. Планы у юных дублеров грандиозные – начать сотрудничество с крупными отечественными и зарубежными анимационными компаниями. Азамат Айтхалин, Алексей Амельницкий, Жебек Жилы, Экибастус. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сегодня передаю слово нашим коллегам из информационно-аналитической программы Жана ОКОТ. Жан Саяк, Арлы Кеш, Сёзы Занье.